Всем большой привет! Давайте посмотрим уход, который я собрала на месяц октябрь. Кое-что из уходового Project Pen намелькнет, но я постараюсь не концентрировать внимание, просто показывать как факт то, чем буду пользоваться. Пена поменялась, и пена такая же практически в таком же шарике, как была в прошлом месяце, только другой аромат. Ее можно использовать и как пену для ванн, и гель для душа, красные ягоды. Прошлая пена ушла очень быстро, почему-то у нее была такая густая текстура, что прямо большими порциями она оттуда вываливалась, по-другому даже не назовешь. Это вроде такая густая, но уже болтается не так, как прошлая, поэтому, надеюсь, она будет уходить хорошо, как обычно. Ой, вон замечательные пены, мне они очень нравятся, но больше нравятся в больших бутылках, хотя вспенивать я любую пену вспениваю руками. С шампунями почти, да, практически ничего не изменилось, просто стало чуть-чуть поменьше всего. Есть Project Pen шампунь, это шаума, энергия природы, прованские травы и лаванда, объем густота, шампунь для тонких волос. Перестала я ей пользоваться просто так, я ее всегда теперь усиливаю, вот этим концентратом, вы его тоже хорошо знаете, это от Золотой Шолл концентрат для волос, и шампунь уже не так путает волосы и не делает на голове гнездо после мытья, то есть вот он делает мягче и действие шампуня более мягко проходит, и работает более круто, чем без этого концентрата. Так что я его уже сюда поставлю. Также его можно в маске, в бальзамы добавлять. Шампунь от Ифраше, остается, я люблю мою планету. Шампунь для блеска волос, хороший, для всех типов, мне кажется, он подходит волос, и подходит также он для частого использования. И последний шампунь, который я использую 1-2 раза в месяц, детский, просто я дотрачиваю детские шампуни, вы об этом уже знаете, их еще несколько, можно, конечно, как жидкое мыло, но я вам говорила, что жидкого мыла у меня и так достаточно, поэтому использую по назначению просто нечасто. Бальзам у меня из Project Pen сейчас на постоянной основе, именно вот этот будет работать весь октябрь, 500 мл, комплимент, и он подходит для восстановления структуры волос. Гущина такая средняя, немножко похож как-то на жидкую маску, но для бальзама достаточно густое средство. Далее парочка, которая последний месяц меня будет радовать, это глубокое восстановление сыворотка для волос, для экстремально истощенных волос, кремовая текстура, и вот этот спрей-уплотнитель для лишенных густоты истонченных волос. Вот тут в каждом средстве осталось прямо по чуть-чуть, и буду продолжать использовать. Но вообще их действия я не сильно вижу на волосах, буду в любом случае дотрачивать. И с собой в дорогу брала я от Avon восстановление сыворотка для волос, саква, не вижу, а нет, 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 способствует восстановлению секущихся кончиков. Вот так осталось у меня. Я наносила от середины длинный волос, так как они у меня достаточно длинные, и все кончики. Волосы у меня в плохом состоянии, сыпятся сейчас, и поэтому и БАДы мне в помощь, и вот какие-то такие средства использую. Далее гели для душа практически не изменились. Я уезжала, когда взяла новенькие средства с собой. Хотелось как-то разбавить обыденные средства, и взяла все новенькое в дорогу, чтобы поездка была совсем новеньким. Поэтому у меня с прошлого месяца, в принципе, все осталось от Ифраше. Обожаю аромат земляники, и здесь аромат просто потрясающий. Буду использовать, продолжать его. И в прошлом месяце взяла, но воспользовалась только один всего раз. Это вот Dolce Milk молоко и мандарин. Большой тут тоже объем, 400, наверное, 460 даже миллилитров. Поэтому вот эти два продукта будут меня радовать. И только что взяла, хотела вместе с вами выбирать, но что-то я сейчас так много влогов этих снимала вот в дороге, да, и сейчас накопилось много роликов, которые с уходом, с парфюмами, с косметикой, что не стала я ходить по квартире с камерой, собирать уход, выбиралки какие-то устраивать. Что-то прямо не захотелось. Поэтому сама без вас выбрала скраб новенький. Это Isana. В магазине представлен в Германии в Rossmann. Наташа мне присылала из Германии. Мараку я вижу. А вот с чем, не знаю. Кто тут еще второй представитель. Заслюдировано, зафольгировано. Сейчас мы все здесь снимем. Сливой. Ой, какой аромат потрясающий. До слюней. Как будто какой-то сок. Вот оно так все в масле. Сливое, да. Хорошее такое скрабирование должно быть. Очень люблю я такие вот средства. Так что буду просто наслаждаться. Наташенька, тебе спасибо. Дошли у меня ручки до этой красоты. И, конечно же, буду использовать. Сейчас я вот здесь подлезу. Далее. Дальше давайте мыло покажу. Мыло закончилось без меня почти все. И новенькие достали. Первый от Кафе Мими. Суперфуд гель мыла для рук. И здесь Макадамия и Орегано. Если я правильно читаю. Питание и смягчение. Вот такая вот гелевая текстура. Мыло. Питательное. Веганское. 370 мл. Вот такая вот красота. Вот орешки Макадамии. Приятный аромат. Хорошее мыло. Тяжеленький такой. Бадеечка. А в ванную комнату мы поставили от Фаберлик. Бьюти Кафе. И здесь, по-моему, что-то черничное. Черничный капкейк. Вот такой. И здесь по весу-то 200 мл. То есть разница в весе большая. И вот такая красота. В ванной комнате стоит. И на кухне. Также в пустых баночках уже мелькнула коробочка, упаковочка. Это мыло. Вот я вам в пустых банках. Вот только они недавно вышли. Сказала, от Спивак положила. Посмотрите, какое оно красивое. Натуральное. Замечательное. Аромат Прованса. Вот такая прелесть. Давайте здесь с уголка поставлю. Пусть оно нас тут с уголка и радует. Далее. По умывалкам дальше, если пройдемся, все та же пенка. Маска-пенка минутная. На сухое лицо наносишь вот этот гель. Он вспенивается прямо на лице. Минуту массируешь. Смываешь. И вот такая вот маска как бы быстрая. Я эту маску-пенку очищающую делаю перед масками увлажняющими, питательными. Но с собой не брала, поэтому я по ней уже даже соскучилась. Думаю, в этом месяце у меня к концу подойдет умывалка от Ифраше Пюркамил. Это гелевая текстура, ромашковая. Несколько месяцев использовала. Но сейчас он активно пошел, потому что уже нет такой жары. В жару я, бывает, и мылом пользовалась, потому что лицо потело. А сейчас вот этой вот пенкой. 200 мл. Очень классная бутылка. Мне так нравится, что выбито прямо на бутылках вот этой Ифраше. Хорошо пенится, особенно если у вас есть специальные губки для вот эти вот сеточки для вспенивания. Без сеточки расход больше. И достала. Только достала, еще ни разу именно этим не воспользовалась. Но вообще был момент, когда у меня таких скрабов девочки надарили. Штук 5 было. И это у меня вот в запасах последнее. От чистой линии абрикосовой косточки. Это скраб такой конкретный. И если сильно не давить на лицо этим скрабом, то ничего не травмируете. Будет хорошо скрабировать кожу. Вот он у меня последний. Глубокое очищение. Оно действительно конкретное. Если поднадавите еще пальцами, то может даже так царапать кожу. Поэтому нужно им осторожненько. Для снятия макияжа буду использовать гидрофильный гель. Дальше я весь сентябрь им пользовалась. Видно, что здесь осталось вот так. Возможно, он у меня закончится в этом месяце. Я на ватный диск смываю с ватным диском с лица. А потом уже умываюсь. Потом уже тоник. Только с глаз. А мицеллярка у меня остается с лица. Макияж, если надо будет снять. То вот это фэнтези. Фэнтези косметик. Большой объем. Надолго хватает. Уже несколько месяцев пользуюсь. И буду продолжать использовать именно этот мицеллярный гель. Ой, мицеллярную воду. Далее дезодоранты, девочки. Знаете, какой я взяла? Не стала я брать спреи, а взяла у моих мужчин. Представляете? Old Spice. У меня ни муж таким не пользуется, и сын пользуется спреем. Но в нем оказался такой восхитительный аромат, что я сказала, дайте-ка вы мне его, и я буду его использовать сама. Ну вот, в общем, я начала использовать его. И если он закончится, это будет очень хорошо. Не знаю, на сколько мне его месяцев хватит. Если будет что-нибудь не так, что-нибудь закупоривать. У меня нет такого потоотделения, вот когда бывают такие дезодоранты опасные. Они могут закупоривать поры и становиться опасным. У меня такого потоотделения нет, поэтому, в принципе, я могу на постоянной основе. Главное, чтобы использовать после душа и не наносить этот продукт сам на себя. То есть, если, например, вы утром воспользовались и вечером, не помыв снова, попытаетесь нанести, то этого не надо делать. Нужно тщательно смывать предыдущий и только наносить следующий. Ну, в принципе, Америку я не открываю, если только уж кто-то совсем юный смотрит. Может быть, важна эта информация. Попробую. Если будет его недостаточно или захочется спрей, то возьму. Потом покажу вам где-нибудь во влогах. Зубные пасты. С прошлого месяца остается зубная паста. Я с собой ее не брала, но вообще я ее выбирала для себя. Вот ее еще вот столько Оленька мне дарила. Ее вначале-то было вот так где-то, наверное. И вот сколько успела истратить. Ну, может быть, и мужчины мои пользовались. Кто чем хочет, у нас тот тем и пользуется. Хотя, когда выбираем, вроде каждый выбирает себе, но потом получается так, что кто чем хочет, тем и пользуется. Сын выбирал себе, ну, там, это уже пустая воздушная пробка. Аквафреш, сияющая белизна. Более сияющие и гладкие зубы через одну неделю. Вот. Пользуется. Там две полосы, белая и голубая внутри. Это не тройная. Далее муж себе брал от сплат вот эту мята. Мята, ну, тут даже аж три всего. Мелисса вижу. Мята и грейпфрут. Для внутренней гармонии. Ну, в общем, вот такая паста продолжаем использовать. Я с собой в поездку брала кофе и мята. Вот за три недели я использовала два раза в день. Вот только ей я пользовалась в поездке. И она подходит для эффективного удаления налета от кофе и табака. Так как я кофеман, то для меня это очень даже классная паста. Ну, и для зубов еще продолжаю использовать вот эту зубную нить президент. Ее тут еще много. Вообще, 50 метров это убойное, конечно, количество. Обычно 25 метров. Но и то надолго хватает. А этой я уже сколько пользуюсь и никак не закончу. По спреям. Спреи для тела. С ароматом розового грейпфрута и абрикоса. Лосьон спрей. Мгновенная свежесть. Ну, действительно, свежесть дает. Тут осталось не так много. Я его и на ручки, ножки, бывает, наношу. И технику могу протереть. Как спиртом и телефон экран могу протереть. Это вот все этот спрей. Спрей от Фаберлик. Я не принесла настоящую баночку. Это роза и сандал. Но кто смотрел Project Pen, те в курсе. Здесь осталось тоже совсем немножко. Этот спрей роза и сандал я использую как вечернюю туалетную водичку на тело. И в поездке со мной было. Это что-то свеженькое. Такое лайм. Вот что-то подобное в аромате. Мист для волос. Но я использовала на тело. Тоже на ручки, на ножки. Очень хорошее дает увлажнение. Мне этот вот продукт очень нравится. И снова буду хвалить. Очень хорошее распыление у этого спрея. Дозатора вот этого. Далее. Тоник. Давайте. Тоник я пропустила. Остается с прошлого месяца. Половинку истратила. Мне обычно 100 мл на 2 месяца действительно хватает. Родниковая вода и чистотел. Тоник для лица. Спирта в нем нет. Хороший. Неплохой тоник. Далее. Давайте, если уж по спреям, сразу покажу. И для лица спрей. От Биоси. Пользуюсь не часто. Увлажнение дает хорошее. Вот я вам просто показываю эти вот метки. Кто не смотрит проект, то видно, когда я ленюсь, когда пользуюсь. Ну, в общем, в последнее время ленюсь. Но вообще увлажнение дает на лице хорошее. Так, ноги для ног. Не знаю, буду пользоваться или нет, но так как все время он за мной болтается, то каждый раз показываю спрей. Он охлаждающий. Так же, то пользуюсь, то не пользуюсь. Вот это гелевое средство для ног от усталости, от тяжести в ногах. Вообще средство замечательное. Здесь 150 мл. Тоже пользуюсь, видите, по стольку, по скольку. Но, тем не менее, открытые. Поэтому показываю. И для ног у меня остается вот на постоянной основе, если вот как крем. В дорогу я брала, вы знаете, от Биоси. Я его истратила. Он закончился, вот такой тюбик. И вот возвращаясь к тем, которые у меня оставлены были. Мне кажется, где-то вот так тут. Поэтому в этом месяце мне бы хотелось, чтобы вот этот крем уже закончился. Взять что-то такое кремовое, новенькое. И на пяточки, под носочки. У меня сейчас на постоянной основе вот этот бочонок. Его и на локте, и на пятки, и на все сухие места, какие необходимы. Тут осталось уже по стенкам. Вот я его буду доиспользовать. Потому что у него уже и сроки большие. И поэтому можно его уже спокойненько дотратить. Так, с ногами все. Давайте покажу для тела, потом для рук. Для тела на постоянной основе остается у меня последнее средство от доктора Пьер Рико. Это шикарное молочко. Я не знаю, это молочко или лосьон. Давайте вот так вам покажу. Молочко. Класснючее средство. Приятный, нежный такой аромат. Сейчас его где-то вот так. И уже буду только им пользоваться. Ну и если захочется, у меня открытое в дорогу было от Reflame. Это вообще новиночка. Иришка из Пенза мне присылала. Крем подходит и для рук, и для тела. На руки я попробовала, но липковатый эффект остается. То есть как крем для рук мне не очень понравился. Для тела нормально. Охлаждающий эффект дает небольшой вот этот холодок. И если, например, после спорта принять душ, потом его наносить на себя, то даже какое-то такое вот удовольствие получаешь от того, что как бы освежение телу. И кремы для рук. С прошлого месяца все, что у меня остается, это вот половиночка вот этого крема ромашкового. Давайте покажу состав. Рубльбом. Это Наташа Наталья Кисне присылала. Видите, вот и ромашка. Из-за родышей пшеницы есть масло. Вот, видно там, что в составе. Неплохой крем. И очень красивый дизайн. Мне прямо пленит он своим дизайном. В тубе 80 мл, кстати. И что я взяла? Помимо того крема, я взяла Dolce Milk Mango. Вот такой крем. 75 мл. Видите, у меня два Dolce Milk попадают сюда. И две малышки взяла. У меня от Оли вот из этих кошечек остались всего две. Какие-то я покупала, какие-то мне Леночка дарила. Поэтому вот давайте поближе покажу, с чем они. И, в общем, вот получается у меня вот эти вот кремы будут в этом месяце. Что-то из них перейдет на ноябрь. Ну, а когда закончится, мы с вами повыбираем уже вместе что-нибудь. Для губ. Дальше у нас идут по очереди губы. Два продукта, которые со мной активно в сентябре гуляли и дружили. Это вот эти два продукта, которые мне хочется доиспользовать первыми. То есть вот в приоритете именно они. Фитокосметик, бальзам для губ. Мятно-малиновый сорбет. Вот все, что осталось. И вот этот вот кексик. От Литуаль, наверное. Да, от Литуаль. Тут два с небольшим грамма. И тоже вот, видите, осталось. С этой стороны уже ничего. А здесь вот просто размазано. Поэтому я рассчитываю, что он у меня тоже может закончиться. И также попадает сюда из Project Pen Pen Vibrant Glamour. Здесь немножко, но он имеет цвет. Не буду делать сводч, потому что каждый месяц показываю. Вот только в проекте показала, что он с цветом. Ему не так буду я преимущественно выделять внимание, но все же. И у меня Coca-Cola. Тоже вот как бы после тех идет на постоянную основу, потому что открыт давно. Не буду выдвигать, но на самом деле здесь уже может быть вот так нету его. То есть я его иногда использую. У него есть вкус, который остается во рту. Ну и, конечно же, скраб. Клюквенный щербет. Это скраб для губ. Никак он у меня не закончится. Я его с собой не брала. Но вот когда приехала, губы поскрабировала. И перед отъездом. Два раза за сентябрь. Ну вот так вот. Надеюсь, когда-нибудь он закончится. Так, дальше для лица. Что же у меня для лица? Во-первых, остается вот этот набор от Миша. Я его не понесла. Я его с собой не брала. Что в него входит? Всего осталось не так уж и много. Всем пользуюсь. Только сюда принесла крем для лица и крем для области вокруг глаз. Вот два последних. Так, для области вокруг глаз позднее покажу. А вот для лица вот он, этот крем. И он у меня уже используется, но скоро пойдет только он активно. Потому что сейчас я дотрачиваю от АВН. Здесь всего 15 мл. Хороший крем. Пользуюсь с удовольствием. И если вот так вот уже его пособирать. Вот, смотрите, я уже в принципе, ну вот вы видели, да, что все-все сдавило. И даже никак уже просто наклонять. Получается вот даже как надо наклонять, чтобы что-то появилось. Я боюсь, что он сейчас просто стрельнет. Но на самом деле вот он только появился. То есть, видите, да, осталось тут на пару раз. Вот. Он уже в принципе пустой, невесомый. И поэтому будет Миша на постоянной основе. Но, помимо Миши, у меня есть от Ифраше гидровежиталь. Может быть, один будет для области шеи декольте. Или утренний, а второй вечерний, еще не знаю. И у меня открыта сыворотка. Для коррекции тона. И я так понимаю, что эта сыворотка хороша для проблемной кожи. То есть, она корректирует именно проблемную кожу. Но я тоже буду использовать. Ну и для области глаз. Вот он для глаз от Миша. Если смотреть на свет, у меня вот здесь воздушная пробка. И вот здесь воздушная пробка. И самого крема где-то примерно вот такое количество. А вот так вот, чтобы если начинаешь давить, то отсюда выходит. Ну вот, очень много там воздуха. Вот когда он сойдет, на самом деле останется совсем немножко. Ну, буду пользоваться, во-первых, им. И вот этот патч жидкий от Фэберлик, который у меня носик сломался. Видите? Носик надломился. И теперь, когда выдавливаешь, и отсюда идет продукт. И отсюда. С патчами. Ой. Я вот, наверное, много закручиваю. Он у меня... Он совсем сломанный. Надо будет переливать все-таки. Потому что все. Уже закручиваешь. Оно не так закручивается. Вон, видите? Уже все. Герметика нарушена. Так что надо находить для этих патч другую баночку и полностью переливать. Ну и что же у нас по маскам? По маскам остается ночная, несмываемая маска. Ну, как она несмываемая с утра, вы ее все равно смываете средствами для лица. То есть, вот так. Вот так она выглядит. 35 плюс восстанавливающая. Также вот это осветляющее синдо. Вот это антиоксидант томатные остаются у меня. И, конечно же, тканевые маски. Их у меня вот такое количество. Первые вы знаете хорошо. Они у меня приехали обратно. 3, 4, 5. Вот 5 штучек приехали обратно. Ну, а уж какими буду пользоваться, я правда не знаю. Может быть, какими-нибудь и новенькими. Потому что мне поднадоели. Вот эти первые. Посмотрим, какими захочется. Ну, вот видите, масок много. Только пользуюсь и угольные, и алоэ, и зеленый чай, и женьшень. Прямо вот и жемчуг, и арбузный даже, и улиточный. Все, что хотите. И медовые. И вот эта рива на дна у меня осталась. В упаковке 3 штуки. Она вообще для хранения много места занимает. Поэтому я ее тоже, возможно, использую. И тем более, эта маска классная. Вот, так что вот маски, какие захочется, теми буду тоже пользоваться. Это все. Много, много всего. Но это даже хорошо. Потому что, когда открываешь что-то новенькое, и пользоваться приятно. Чем когда уже там какие-то остатки ковыряешь. А тут есть возможность что-то новенькое в уходе использовать. Буду с вами прощаться. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Не знаю, что будет следующее, какой будет следующий ролик. Скорее всего, у меня впереди косметичка на первую декаду. Я и так ее задержала. И Нью Чик ко мне приехал. Там классная обувь, поэтому хочется обязательно Нью Чик показать. И неудачный, там, в Нью Чик будет один, но неудачный заказ, одна вещь будет. Поэтому, пока интригую, смотрите, расскажу все уже в ролике. Ну, а я буду прощаться. Всем хорошего настроения. Берегите себя, берегите своих близких. Всем пока-пока. Берегите себя, берегите себя.